Золото в корзине. Баскетболисты Тверского вагоностроительного завода стали первыми чемпионами спортивной лиги «Трансмашхолдинга». Об этом успехе баскетболисты-вагоностроители будут рассказывать своим внукам. В Москве на легендарных аренах спорткоммерса ЦСКА прошли финальные соревнования в порт-лиге ТМХ. 17 сборных команд, представляющих предприятия из разных регионов, вели борьбу за лидерство шести видов спорта и победу в общекомандном зачете. Впервые в программу состязания был включен турнир по баскетболу. К участию заявилось 10 мужских команд и 20 ноября на площадке для катетического манежа ЦСКА «Оранжевый мяч» взяли в руки баскетболисты Тверского вагоностроительного завода. В состав команды вошли лучшие игроки традиционной заводской спартакиады, которая при поддержке Тверского регионального отделения «Союзмаш России» проводится в течение года. Не профессионалы, любители – слесари, электросварщики, инженеры и наладчик-монтажник. Возглавила команду инструктор-методист спорткомикса «Планета», тренер высшей категории Галина Анисимова. Первый матч у баскетболистов получился откровенно комом. ТВЗ потерпел поражение от соперников из Коломенского завода. Здесь надо было перестроиться на мини-игру. Тут связок больших тактических невозможно делать, потому что время мало – 7 минут. Они не смогли сначала никак понять, что это такое и как. Запутались. Ну и вот у нас так первая игра не сложилась. Опытный тренер продолжала верить своих подопечных и нашла те самые правильные слова, чтобы взбодрить своих ребят и вернуть им прежде всего веру в себя, веру в свои силы и возможности. Мандраж прошел, все, теперь упорил. Оказалось, что вера может двигать не только горы. Во втором матче команда ТВЗ разгромила баскетболистов Демиховского машиностроительного завода с сухим счетом 46-0. В заключительной игре предварительного этапа ТВЗ команда обыграла московскую сборную. Трансмашхолдинг и заняла второе место в своей группе. В полуфинале ТВЗ встретились с сильными соперниками из Брянского машиностроительного завода и в упорной битве одержали третью победу. Партнер убил за собой, вдохновлял своей игрой капитан команды Сергей Верховский. В каждой команде должен быть лидер, ведущий. И если его нет, то команде очень тяжело. В этой команде ведущий, несомненно, Серега Верховский. Он никогда не предаст. Это человек большой буквы. Не только баскетбольный, но и по жизни большой человек. В финале за первое место ТВЗ снова противостояли баскетболисты Коломенского завода, которым, напомним, тверские водостроители уступили на старте турнира. Но на этот раз соперники поменялись местами. Команда ТВЗ сразу обеспечила себе отрыв. Соперники на протяжении всех двух периодов были вроде догоняющих. И надо отдать им должное. В концовке все-таки догнали. Судьба матча золотых медалей решилась в трехминутном овертайне. И здесь большой человек Сергей Верховский сделал свое дело. Забросил две трешки. Еще одним трехочковым броском кольцо соперников поразил Андрей Хохлов. Финальный свисток судьи, который зафиксировал победу тверских водостроителей с преимуществом в пять очков, утонул в аплодисментах и крика группы поддержки ТВЗ. «Эмоции, конечно, переполняют, потому что первый раз проводятся соревнования по баскетболу. Приятно, что первый раз и сразу добились высокого результата». «Как думаете, за счет чего удалось выиграть?» «Ну, за счет командных действий и за счет тренера. Тренер молодец. Все молодцы, всем спасибо, болельщикам особенно». Церемония награждения прошла на сцене в виде огромного педестала почета. На высшей ступени разместили все игроки и наставник золотого состава. Баскетболисты сделали свое дело и помогли сборной Тверского водостроительного завода одержать победу в общекомандном зачете спортивной лиги «Трансмашхолдинга» в сезоне 2020-2021. «Для нас эта победа значит, что мы первые, мы единые, мы чемпионы всех заводчан, вагоностроителей. Поздравляю с этой победой. ТВЗ вперед и только вперед. Ура!»